Я объявляю свой дом без ядерной зоны, я объявляю свой твор без ядерной зоны, я объявляю свой город без ядерной зоны, я объявляю свой... Все вы стопроцентно помните то самое интервью Фейса Дудю. Молодой, с корешкой, наглый и несет несусветную херь. И тогда это был очередной аргумент в пользу того, какая ужасная у нас и тупая молодежь. Теперь молодежь другая, а Фейс тоже другой, обновленный, взрослый, очень осмысленный и осознанный, аж Дудь второе интервью снял. Давайте же посмотрим, что там изменилось в музыке и какой он новый Фейс. Здрасте, вы на канале Сейна. Сразу сделаю две оговорки. Во-первых, я постараюсь душнить поменьше. Мы не будем здесь, естественно, разбирать только тексты, а будем смотреть на музыку как бы более полно, потому что благодаря только текстам Фейс бы знаменитым точно не стал, по крайней мере, в хоть сколько-нибудь хорошем смысле. Будь со мной, за мной молодежь, ебать твой рот, если ты не ответишь за свой пиздеж. Братва так отдыхала, были понятия, принципы и менталитет нашей родной улицы. Для этого же я позвал сюда экспертов, слушателей Фейса реальных, которые расскажут нам, в чем же там прикол и как это именно надо любить. И вторая оговорка это то, что сейчас у канала очень сложные и плохие времена, поэтому прошу вас, пожалуйста, проверьте, у вас стоит Лукас? Написать ли какой-нибудь коммент из большого количества слов? Подписаны ли вы на канал? Очень много кто не подписан, подпишитесь, плиз, ребята, жить сложно. И досмотрите ролик до конца, это тоже очень помогает статистике. Все, спасибо большое, переходим непосредственно к Фейсу. Начинал он как классический, просто стереотипнейший молодой провокатор. Выглядит хер пойми как, тогда еще татухи не были всеобщим трендом, это было в новинку. При этом несет что-то очень провокационное, обещает всех либо выебать, либо застрелить, либо застрелить и выебать. И привлекает он к себе внимание, безусловно, своей провокационностью. И сотнями постов про то, что посмотрите, как все отупели, вот такая сейчас популярная музыка. Хотя именно эти посты и делают эту музыку наиболее популярной. И мы не будем особенно долго заострять внимание на этом периоде, потому что мы, конечно, душнилые. Но при этом очевидно, что эта музыка стала популярной не просто так, и слушали ее не просто так. И это действительно был для своих времен весьма годный кекный рэп. Но кекный не в смысле своей анекдотичности, а в смысле какой-то общей атмосферы веселья. Знаете, мне кажется, лучшей аналогией здесь было бы, вот мне недавно на стриме заказали, трэп-ремикс на песню «Веселый кабанчик». И вот принцип ровно тот же. Битос ебашит, и при этом под него несется какая-то забавная хуйня. По итогу получается ультимативное развлекательное произведение. И такие песни были во все времена, есть прямо сейчас, и вы увидите еще огромное количество новых артистов, которые будут завоевывать внимание масс каким-то кеком под супердолбящую минусовку. Это, мне кажется, будет всегда, и в каждом новом жанре будет нечто подобное появляться. Многие фейса именно таким и запомнили. И вплоть до перерождения он казался всем чуваком, который делает исключительно кекные бенгеры. Но я посерчил, и канал с очень внушающим доверие названием «Убиваю BPM» сообщает, что лучший альбом фейса это был «Хейт Лав». Название охуенное, поняли, с татухами перекликается у него на одной ящике «Хейт», на другой «Лав» и альбом «Хейт Лав». И типа «Ненавижу любовь», бля, лирика. А сам альбом — это откровение артиста, попытка чувака, который стал популярен за счет всякой провокационной яркой хуйни, раскрыться как личность. И у нас здесь предстает аж три разных инкарнации фейса. «Меня зовут Иван, мне 20 лет, я страдаю неврозом». Первая инкарнация — это то, что все и ждали. Песня а-ля «Десять пенсий», «Золото на моей шее», «Фестиваль красок». Честно, залупа редкостная. Ну то есть да, наверное, кому-то это прикольно и в каком-то смысле это там для кого-то классный рэп, но по-хорошему это треки а-ля «Я роняю запад» и «Бургер», только при этом менее успешные и менее яркие. Чего не отнять у фейса, это того, что он с самого начала умеет писать заедающие припевы. И заедающие они не только с точки зрения повторения каких-то слов, но и с точки зрения образов. Даже та же песня «Десять пенсий», в которой нет ничего, кроме самой крутой идеи про «Десять пенсий», ну типа у меня не просто дохуя денег, да, у меня вот конкретно «Десять пенсий». Типа там люди, которые ходят на обычную работу сосать, мои учителя, естественно, сосать и так далее. Но по-хорошему там весь альбом реально повторяются строчки постоянно. То у него что-то на запястье, то он кого-то расхерачит из автомата. И одни и те же вот эти вот галимые паттерны и так в очень бедные по тексту песни переходят и переходят и повторяются и повторяются. Но чё у нас с другими инкарнациями? Вторая инкарнация — это попсовый фейс. И знаете чё? С самого начала он был прям в этом. Такие песни, как «Лиза, антидепрессант» и «Два замка» — ребята, там попсища просто термоядерная. Я построил два замка из моего сердца. С середины зачту вам кусок текста просто «Разные страницы одной книги. Ты на той, где любят, я на той, где гибнут. Ты холодна, как льдина, но я холоднее, по крайней мере, с виду. Ты не увидишь её где-то в клубе или на моих концертах. Насколько я знаю, Лиза — архитектор. Мы могли бы построить два замка из моего сердца. В одном жили бы мы, а в другом все друзья по соседству. Блядь! Ну то есть «Ласковый май» охуел от этой слащавости. Этот чувак в соседних треках реально застреливает, потом ебёт. А потом опять застреливает и опять ебёт. И да, можно долго ржать над холодной, как льдина, горячей, как огонь, и мокрой, как вода. Но откровенно, в рамках попсы, ну это ок. Вы в каждой второй поп-песне можете нечто подобное встретить. И нужно сказать, что именно попсовые треки с этого альбома имели такой успех, что, например, «Антидепрессант», одна из вот таких как раз ядерно-попсовых песен Фейса с вот очень раннего релиза времён Бургера, она до сих пор держится в его топе Спотифая. Но есть и третья категория треков на релизе «Хейт Лав». Это «Социалочка». И да, это отсылает нас к тому, что потом выйдут пути неисповедимые. Это взялось не с бухты-барахты. У Фейса с самого начала были амбиции высказаться про сложную жизнь своего худа, но так, чтобы ещё как бы как наставление, мол, не просто я из грязи вышел, а, мол, посмотрите, какая у нас грязь, то есть какое-то обращение к социуму. Но вопрос как раз-таки в качественности этого обращения. В мире происходит пиздец каждый день, но тебя волнует только твоя тёплая постель. Лучше всего это иллюстрирует трек «Твоя тёплая постель». Ребят, я его целиком зачту, благо текста немного. В мире происходит пиздец каждый день, но тебя волнует только твоя тёплая постель. Ты нашёл покушать сына? Ты нашёл, что разогреть? Ты не ценишь это, пидор, в мире голодающих детей многим больше, чем в твоей подруге побывает членов толще. Я такой же, как и все с зелёной рощи, вырос там, где нищета. Я выживал на бабушкину пенсию и соцпомощь. Пока у тебя в кормушке было золото, мы с парнями начинали убиваться хмелем солодом, после погонялись смесями, а потом уколами. Как я соскочил, могу позарить долго, но я не буду тёплую квартиру портить холодом. Это бесполезно объяснять тупому что-то там, потому что я просто захвачу нам по ножам, перережем глотки вам, вниз бегом по этажам. В мире происходит пиздец каждый день, но тебя волнует только твоя тёплая постель. Дальше это повторяется, блядь, раз десять, наверное, и потом фейс, хей, хейт, лав, бра, зелёная роща, и ремель, гэнгщит. Блядь! Не, ну я всё понял. На самом деле это выглядит как какой-то диалог, знаете, мамы с 14-летним бунтарём. Но вот чё тебя именно не устраивает? В мире пиздец происходит каждый день, чё ты сидишь-то просто, чё ты сидишь? А делать-то чё? А ничего, чё мне тупому объяснять? Я тебя зарежу сейчас нахуй и по этажам побегу. А в чём проблема? В том, что в мире пиздец происходит каждый день, дети голодают. Какие? Сейчас зарежу. Была как бы тематика, есть желание как-то высказаться о несправедливости, но как-то не хватает, не получается провести мысль, потому что голодающие дети и следующая мысль сразу члены во рту опять, и зарежу. Ну то есть понимаете? И вот с этим набором скиллов Фейс ещё какое-то время шагает по музыкальной индустрии, потом пропадает и возвращается с тем самым альбомом «Пути неисповедимы». Его капец как облизала либеральная публика, ну и справедливости-то ради, по взглядам в общем я с Фейсом согласен. Там если брать его какие-то конкретные заявления, конечно, очень хочется спорить, я даже там вот в позапрошлом видосе спорил с ними, но в общем мы примерно одних взглядов. Но альбом «Пути неисповедимы» это, по-моему, такая вторичка, что просто с ума сойти. Именно то, как накладывается вот эта фристайловая лёгкая манера написания простых строчек, которые как-то ещё рифмуются со всякими смехуёчками именно уровня «хуй в рот, хуй в рот», это подходит для бэнгерных рофловых треков. Это подходит для поп-треков и подходит отлично, как мы выяснили. Но для именно политического высказывания или хоть сколько-нибудь социального, мне кажется, это нелепица, ну капец какая. Ну вот, например, «Страна заточка» трек как бы наиболее наполненный всякой конкретикой из разряда то, что можно понять, что имеется в виду, потому что там под конец дети режут и стреляют в себя и в других детей, дети ненавидят и убивают учителей. «Они хотят крови, крови!» «Алкогольный образ жизни первых классика страны, привыкайте к новой классике, с*** вторых». То есть, ну, здесь понятно, что это больше выглядит как какая-то утрированная страшилка, но, ну, можно принять это за гиперболу. Но все равно начало трека, «Я знаю, бедность — это кроссы на двоих, мы делили то, что делишь в одного на четверых, в наш квадрат нельзя было зайти, в твой залететь можно, мы из тех, кому ты был, есть будешь должен». И типа, ну и дальше, «Эй, хуй ты так смотришь, глаза в пол, хуй ты там хочешь?» Здесь льются слезы матерей, льются слезы дочек, льется кровь пацанов, это страна-заточка. То есть, ну, в смысле, что страна тебя убить хочет? Или что страна, чтобы убивать? Ну, то есть, ну, хочется доебаться до самой метафоры, хочется доебаться до того, причем здесь то, насколько ты авторитет на блоке, ты же вроде как на другую тему говоришь. Ну, а и в других песнях это еще хуже. Вот трек из окна, стильный припев, опять же, припевы у Фейса получаются, и припевы прикольные. Но вот какой там текст. Бог нас не услышит, Бог уже не дышит, «Как тебе живется в твоей комнате в мытищах? Где-то взятку взял очередной полковник-сыщик, но его жену ебут, а это значит плохо ищет». И если у вас еще каким-то образом осталась способность воспринимать этот текст серьезно дальше, «Думал здесь услышать смех, но слова грех наебать всех, сверху пачки денег сесть, вот успех». «Правда — это грех, ложь преподнесут добром. Ложь — это закон, правда здесь отправиться за борт». Блядь, без шуток смех, грех, успех. Реально, в рэп-релизе. То есть все еще, как и год назад на альбоме «Хейт Лав» есть начало мысли, но конец мысли — это «Я тебя застрелю». Притом оно повторяется дословно. Например, в альбоме «Хейт Лав» была песня «Если рэп не даст мне денег». И если рэп не даст ему денег, то он пойдет стрелять в продавщиц в магазинах. Там буквально это было. И песня «Салам» на этом альбоме. «Залетаю в магазин, выпускаю в магазин, у меня на это есть тысяча причин». Буквально то же самое. Не знаю, что за волшебный фетиш такой на расстреливание продавщиц. Мы его, конечно, осуждаем, но релиз весь состоит из этого. Из каких-то вещей, с которыми я, с одной стороны, могу согласиться, потому что я тоже здесь живу и все это вижу, но это, ну не знаю. Если есть люди, которых действительно заставил о чем-то задуматься этот релиз, то напишите об этом в комментах. Будет, конечно, интересно почитать. Но мне кажется, это больше в минус, потому что это больше напоминает хейт России просто как таковой вообще со всеми ее составляющими без каких-либо причин, чем на какое-то политическое высказывание о ситуации. И опять же, я понимаю, что Фейс так не думает и что он не ненавидит Россию. Но это я просто понимаю, не из треков. Ребят, ща появится эксперт и хочу вас предупредить. До этого настолько противоположного, но при этом абсолютно искреннего мнения у меня на канале еще не встречалось. Совершенно случайно получилось так, что я не брал у Яны интервью по звонку, а она записала его видосом. Но этот формат я, возможно, у себя и дальше оставлю. Чтобы искренний фанат исполнителя, про которого я говорю не самые приятные вещи, высказывался о своей искренней любви и объяснял ее. Мне кажется, это суперкул. Надеюсь, он вам тоже понравится. Никогда бы не могла подумать, что я стану экспертом видео Мусейна на тему Фейса. Я надеюсь, что у меня не будет проблем с речью. Мне удастся донести вам свою позицию, почему я люблю Фейса. Вы не подумайте после этого, что все его фанаты толбоебы. Потому что я нормальная девчонка, если что. Я, честно говоря, его и не слушала на первых порах. То есть я его и начала слушать после того, как он поменял свое направление. И у меня это совпало с тем, что я как раз менее поверхностно начала относиться к политике, начала ее по чуть-чуть изучать, скажем так, что вообще происходит вокруг меня, в нашей стране, в России. И у меня это так все совпало. Фейс именно тогда, по-моему, выпустил свой альбом «Пути неисповедимы». И я поняла, что, блин, капец, это, ну, это же про меня альбом. Со мной это, короче, очень совпало. И я почувствовала в Фейсе родную душу, скажем так. Я считаю, что «Пути неисповедимы» искренний альбом. Но, опять же, нужно понимать, сколько было Ване лет. И к моменту его возраста я считаю, что это неплохой альбом. Это, собственно, и есть тот альбом, с которого я начала интересоваться. «Чо это за фейс?» Типа, походу, не просто какой-то долбоеб, который орет, что он ебал тёлок. Любимая песня — это песня «Салам». Она прям такая агрессивная. Очень она мне импонировала в моменты митингов, на которые я как раз собиралась под неё, в моменты какой-то очередной неисправедливости. И самая яркая строчка — её заметила моя мама. Мои родители, да, слушают и уважают Фейса. Я ей дала послушать этот трек, и она прям остановила и сказала, «Какая страшная строчка. У меня пожизненная, мне уже не страшно». И, блин, капец. Так тупо, наверное, но у меня до сих пор мурашки от этой строчки, потому что они действительно вот описывают безысходность, которая тянется с тех пор, которая с каждым годом только усиливается. И такая ёмкая, такая простая фраза, но в которой вот объединена вся тоска адекватных людей, проживающих в России. И то же самое, по-моему, относится к треку «Юморист». Да, наверное, его популярность можно объяснить тем, что он стильный. Базара мало. Несколько раз уже говорил, что Фейс умеет писать приставучие припевы, и здесь он его пишет, но вот это вот «Gold on my wrist», которая, по сути, одна из главных строчек припева, есть почти в каждой песне Фейса. Вот вам насколько часто упоминается слово «запястье», про то, что у него что-то на запястье, у неё на запястье, у меня на запястье. Просто вот за альбом. Сколько в разных альбомах упоминалось запястье. И опять же, трек стильный. Звучит модно, до сих пор свежо и классно звучит. Ничего не могу сказать. Вот если бы не знал, на каком языке это поётся, сказал бы вообще крутой трек. Но! Бандиты не на геликах, на геликах с мигалкой. Нормально. Базарим языком гулага? Непонятно. Но, допустим, воздухом со свалки. Мы копим на кусок гранита из-под палки, собираем крошки, запивая просроченным палпи. Я, может, пропустил какой-то политический мем про просроченный, блядь, палпи, но мне кажется, какой нахуй палпи? Я устал на часах почти семь вечера, пьём пиво с пацанами, это тайная вечеря. Что? Я играю в гонки с мусорами, это всё не вечно. За это нож в печень, жизнь скоротечна. Что? То есть это, ну, фристайл, натурально. И именно, и по качеству и т.д. И в рэпе это абсолютно нормальная тема, и очень много клёвых релизов, написанные, ну, считай, вот на фристайле, вот так вот быстро. И слышно по тексту, когда он выдаётся вот суперлегко, считай вантейком, как выяснилось про песню «Юморист», она так и выдана. Но, блядь, какое политическое высказывание, какая песня про цензуру. То же самое, он гордится, что он выступал на первом канале с песней про цензуру, как жест, безусловно, круто. И там, типа, что песню запикали, и это тоже, это безусловно символично. Но забанчили, ой, блядь. Но запикали там строчку про то, что учителя банчат гашишем. И это, мне кажется, совершенно не про социалочку, а типичный экспортированный худ. Это мой блог, мой квадрат, у нас учителя банчат гашишем. Это даже, ну, это явно же не социалочка, и явно не про общую русскую проблематику. Небо самолётом от цензуры для артиста. Трек «Юморист», господи, это моя любовь. Я не знаю, как так произошло, но прошло уже столько лет, и он меня не заебал. Я его до сих пор могу слушать на повторе, просто вообще весь день. Он меня цепляет, помимо своей ритмичности, музыки, слов, его концепции в целом. Как всё комично получилось с выступлением Вани на первом канале, в шоу «Вечерний Ургант», что он исполнил трек про цензуру. В эпицентре цензуры нашей страны, на первом канале, это было охеренно. Это было очень сильно. Вообще, вау, так, типа, можно было. Кажется, чем-то короче немыслимым. Я вас сердечно поздравляю, вы пережили самый душный момент ролика, потому что дальше у нас перерождённый фейст. Именно после этого он уже бритый, и он уже двигается в новом качестве, осмысленного, осознанного, постигшего стоицизм. Потом я ещё изучал стоицизм в том году. Философию. В том это в каком? В прошлом году? В прошлом году, да. Стоицизм. Да. Это серьёзнейшее... Объясни мне, что это, потому что я даже... Ну, даже я... Ой, да, конечно. Ну, ну, правда. Я тебе серьёзно говорю. Стоицизм. У тебя хорошее чувство юмора, брат. Не принижайся. Але не гриндишь. И в старых роликах с разборами текстов я пытался цепляться за популярного исполнителя, тем самым как бы привлекая зрителя, и показывать зрителю, то есть вам, каких-то менее известных, но крутых авторов. Собственно, здесь мы не будем разбирать кого-то кроме фейса, и поэтому я решил просто из своего закрытого паблика, вход в который раньше был через Патреон, теперь исключительно через Бусти, там, ну, все инструкции в описании, короче, вырвать вам на халяву пару рекомендаций с клёвым рэпчиком, раз уж мы обсуждаем рэпчик фейса. Ха-ха-ха, блядь. Я его не засираю, нет, нет, я очень объективен. Первый, кого посоветую, немецкий рэпер Beginner и его альбом Bumble. Черт подери, это очень вкусная и классная алдуха. Немецкий рэп вообще меня покорил, и это такой старый немецкий рэп, для начального ознакомления вполне попрет. Вторым посоветую чувака, которого я упоминаю просто при любой выдавшейся возможности, это Теро Рид. Чувак, который был известен как саунд-продюсер под ником Getter, начал делать своё музло, и оно такое стильное, я не могу. Это именно алдовый рэп, но на новых, свежих, таких мясных минусах. И у него недавно вышел даже новый трек Супа-Дупа. И последний, кого посоветую, Эрик the Architect. Ничего про него не знаю, честно говоря, вообще ничего, но рэп очень стильный, вкусный, классный, рекомендую. И обсуждая нового Фейса, мы отойдём от хронологии, будем двигаться просто по его самым успешным трекам. Что вообще меня натолкнуло на то, чтобы в принципе Фейса обсуждать, мне в какой-то момент попался его трек хлоргексидин. И знаете чё? Трек-то отличный. Ты хотела подышать, но я тебя и не душил. Очень прикольная идея, что в отношениях я не хлороформ, скорее хлоргексидин. Классная находка, опять же, мы до этого у Фейса видели в припевах классные находки, и здесь она отличная. И трек сам лёгкий, именно вот такая прям приятный, приятный движовый поп-рэпчик. Суперский. Лёгкий тексток, так быстро накатанный, ну, он именно легко накатанный, может, он их там и долго пишет. Припев цепляющий с отличной какой-то вот такой находочкой, зацепочкой, вот прям хук натуральный. И минусок, тоже лёгкий, классный, но не могу здесь не обратить внимания, блядь. Коби Брайан Мамба, она ест его как мамбу, как бобры грызут деревья, чтобы сделать нам дамбу. Я не понял, чё она сказала, настоящий мамбл. Я нашёл свой гугл, так скажи, зачем мне тогда рамблер? О, блядь. Нереально, вот чувак реально писал, припев заебись, первый куплет нахуярил, а во втором чуть не хватает, блядь. Что рифмуется на мамбл? Рамблер. Это реально, мне кажется, просто, это алтарь золотых строчек русского рэпа. Ребят, в жизни главное найти свой гугл, понимаете? И обращаю ваше внимание, в нынешнем топе треков фейса нет ни одного того самого бенгера, никакого бургера, никакого чё там ещё-то было, блядь, я роняю запад, ничего этого нет сейчас в топе треков фейса. В топе как раз именно его новые поп-рэп-треки, потому что справедливости ради, они действительно хороши. Например, «Лабиринт», самая популярная его песня сейчас на спотике. Сложно чё-то плохое сказать, отлично написанный припев, притом неоднозначный по какой-то своей подаче, вроде говорятся именно такие жёсткие вещи, но при этом такой озорной ритм и совершенно прям западного уровня звук, я бы сказал. Вот, например, отличный западный трек, который, по-моему, очень похож на этот. Больше всего треков в моём плейлисте осела, конечно же, снова Фейса, учитывая, что старого я практически не слушала. Меня жутко бесит, что я не могу слушать теперь ВКонтакте Фейса, а я всю жизнь слушаю мужику только ВКонтакте и плачу за неё как бы у меня там действие, ещё аудиозапись, и я не планирую никуда их перемещать, но я, так, если прикину, предполагаю, что больше всего у меня треков из альбома 12, и это в целом мой любимый альбом. Начиная с того, что я благодаря читке этого альбома не окончательно проебала свою дикцию, у меня стали брекеты, и я чуть ли не каждый вечер читала текста этого альбома. Мне кажется, кстати, с этого момента и началась моя заинтересованность творчеством Вани, потому что раньше это было всё чисто фу-фан, то есть мне нравился альбом «Пути неисповедимы», но мне просто он нравился, мне просто нравилось его слушать на фоне, не слушаясь слова, так же, как, не знаю, слушать какой-то западный альбом, абсолютно не понимая, о чём они поют. Безусловно, я мог бы и дальше рофлить над строчками в духе меланхоличный холерик, утерянный среди материи, блядь, ну, не зря человек стоицизм постигал, это видно, но реально я дальше этого делать не буду, это, ну, просто бессмысленно, потому что треки-то действительно, именно как вот поп-рэп, в сотый раз повторяюсь, отличные, например, трек в новых адиках, если там искать какой-то, какую-то даже связь между строчками, типа, очень стараться её найти, то доёбываться можно бесконечно, даже до припева, богатый как пиздец в новых адиках, мы бухаем, курим сиги прямо у падика, чё, прямо у падика? Нихуя вы как он это произносит в припеве, богатый как пиздец, богатый как пиздец в новых адиках, ну, стильно же, ну, вкусно, вот именно, именно это ощущение, что хочется это переслушать, что на таком мотивчике и так хорошо вот именно сказано, ну, реально нельзя не отнять, не вижу смысла здесь ругать то, что хорошо, да и даже вот ещё в копилку, обложка заебатая, реально прикольная обложка, красиво, найс, и при этом удивляет, насколько фейс глубоко и уверенно шагает в попсу, просто, опять же, я не настолько следил за его творчеством, вот, там, Путинь иисповедимый знал, и знал бенгерные треки, я и не подозревал, как глубоко он способен туда погружаться, например, один из популярнейших треков Домино, но там от рэпа уже не так уж много и остаётся, я ненавижу твою улыбку, а трек Вилон, это попса прям уже, прям уже такая, что уши вянут, Вилон, 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 и при этом он всё так же перекручивает между собой какие-то абсолютно одинаковые образы, тут опять Вилон на запястье, конечно, ну где же ещё, ему опять никто не нужен, там вот, что в треке спасательный круг, что реально, в каждом втором треке ему никто не нужен, все от него отъебитесь, я был один-буду-один, в других треках он также с бедного худа, в третьих треках также он кого-то застреливает, периодически бывают какие-то фразы, которые вообще непонятно, как интерпретировать, что типа ты не музыкант, музыкант это тот, кто играет в переходе, то есть ты тоже не музыкант, ты играл в переходе, но в той нише, которую Фейс сейчас занимает, это всё вполне себе попрёт, реально, оно не выглядит неорганично, наоборот, я удивился тому, насколько вот свежие треки Фейса выглядят как-то целостно и именно как-то оформлено по-взрослому. Я считаю, что Фейс привлекает людей тем, что он свой пацан, своей гражданской позиции, тем, что он действительно стал сейчас буквально лицом народа, лицом моего поколения, именно тех, кто его любит, скажем так. Он честный, он смелый, он эпатажный, за ним интересно наблюдать и следить. Мне кажется, он прям чувствует тренды. В тот момент, когда было актуально быть долбоёбом и читать про кто кого ебал, он был таким персонажем, а потом, я не хочу, чтобы это звучало так, что он переоблусся, он просто повзрослел и понял, что он может дать этому миру, миру музыки, людям в целом что-то больше, чем песни про еблю, какую-то почву для размышления. Я считаю, что очень многие люди, которые его слушают, выросли на нём и стали более осознанными людьми, и он воспитал хорошее поколение, скажем так, потому что я считаю, что благодаря ему очень многие люди начали интересоваться политикой, ситуацией в стране, что в целом в мире происходит, и я считаю, что это отлично. Пять песен, которые я вам поэкомендую, я не буду рекомендовать юмориста, потому что его и так все слышат, и что его рекомендовать. Это будет трек Скрижаль и Домино, потому что это очень лирические два трека, и мне кажется, такого Ваню немногие знают, и вы будете удивлены. Трек Домино советую слушать именно в лайв-версии, по-моему, там присутствует гитара. Я рекомендую трек Лабиринт, Друзья и Бедность. В целом, весь пиздец, который сейчас происходит, показал кто есть кто, настоящий фейсис открыл. Сейчас как раз перед тем, как записать этот видос, смотрела запись с трансляцией Блок Туристного концерта, блин, ну это же клево, хотя бы за это можно уважать человека. Мне в целом, конечно, не нравится вот эта вот волна хейта, мне кажется, нечто подобное было с Бибером, когда он только появился, было прям модно его ненавидеть, то есть даже если ты его не ненавидишь, но говоришь, что я считаю, что Бибер типа пидор, ты все, это был крутым. И я рада, что сейчас по поводу фейса, мне кажется, спадает эта волна, и люди наоборот начали понимать, что клево, это чел, благодаря интервью, благодаря всей его деятельности. Так что слушайте фейс, послушайте мои трючки, которые я вам порекомендовала. Может поменяется в основном мнение, потому что я уверена, что у 50% людей, которые смотрят сейчас это видео, думают, что я какая-то долбоёбка, у которой нет музыкального вкуса и мозгов, но нет, я с вами соглашусь. Ладно, короче, всё, бай. Так что по итогу каким-то великим мыслителем, стоиком и в принципе да даже просто очень взрослым исполнителем фейс не стал, но при этом более чем достойным поп-исполнителем вполне и ему органично и хорошо в этой роли, за что можно только порадоваться. А если вам не хватило копания в музле или просто моей рожи, то заходите на мои стримы или в остальные мои соцсетки, которые по ссылочкам в описании и они реально пиздатые. Если вы думаете, что это там обман или преувеличение, проверьте, реально охуенные соцсетки. А на этом всё, спасибо, что ты смотрел, ты знаешь, где кнопка подписки. А! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok